Оу! Офигеть! Всё всплыло в памяти! Браво! Браво! Это просто чудесно! Вот бы мне Барда домой! Но на протяжении 88 серий я как-то... Ммм... Не додумывался! Всем привет, дорогие друзья! Я Лолошка! И добро пожаловать! Это 88 серия! Действительно! По названию, по моему инвентарю, ну и по плейлисту вы уже поняли! Это финал! Действительно! Как и любой другой сезон, этот сезон постепенно подходит к концу! Мы что-то типа на границе между этим и... Тихо! Он снова поёт! Простите, но я просто не могу не слушать! Слишком красиво! Так вот! Мы находимся на перепутье между этим сезоном и следующим! Как вы, наверное, заметили, в этом сезоне получилось всего лишь 88 серий! На этот раз я с полной уверенностью могу сказать то, что сезон изучен полностью! Абсолютно все моды, которые мы могли изучить, мы изучили! Все предметы, которых мы могли коснуться, мы коснулись! Ах, шикарно, Барт, шикарно, молодец! И как вы, наверное, заметили, ну а может быть вы и просто не знаете, сейчас я нахожусь в самой первой деревне и в самой первой локации данного сезона! Это деревня! Я, когда пришёл сюда, сразу же точно помню, пошёл в церковь! И вы просто взгляните на это! Рабочий стол! О-о-о! Восемь булыжника! Неужели я тогда пытался сделать печку? А подождите, можно же заглянуть в прошлое! Так, всё, не отвлекаемся, у меня тут еды мало! Давай-давай! Ааа, чтооо? То есть тут и печка делается как-то по-другому? Пипец! И ведь действительно, я тогда только узнал то, что печку в этом сезоне я так просто не получу! Но, я точно помню то, что я её всё-таки получил на шестой серии! Наверное, некоторые уже догадались, я не собираюсь делать финал, как в предыдущем сезоне! Тогда у меня было действительно много неизученных модов, и я такой подумал, ну возьму кучу предметов, посмотрю на них в финале, возьму из креатива и так далее, и так далее! Но, я с полной уверенностью могу сказать, что действительно в этот раз изучено всё! И мы постепенно будем подводить итоги! Во время предыдущей серии у нас, кстати, получилась финальная звезда, которая позволяет нам из любого предмета сделать бесконечное количество таких же предметов! В этом финале решено восстановить хронологию событий! Во-первых, можно немного поностальгировать, и, во-вторых, это будет полезно тем людям, которые начали смотреть сезон, ну, например, с 50-й серии, с 40-й, и они не смотрели 10-ю, 1-ю, 20-ю и так далее! Например, прямо сейчас, опять же, мы находимся в самой первой деревне, в самой первой церкви, где мы пытались сделать печку! Мы ещё тогда и не знали, что у нас ничего не получится! Но после этого мы поняли, придётся постараться! И эту деревню мы забросили! Да, потому что здесь нечего было ловить! Мы побрели по этой пустыне и наткнулись на муравьёв! Точно! Что это такое? Воу, это... Это муравей! Ха, какого хрена... Гей! Муравей перерос, пошёл отсюда! А ну-ка! Но в этот раз... Ничего не изменилось, потому что эти муравьи всё ещё здесь бродят! Привет! Муравей рабочий! Ух, помню, как вы меня убивали! У них есть деревянные мечи! Деревянные топоры! Да уж, урона они мне наносили знатно! Но я всё-таки справился, я выжил и побежал дальше! Через эту пустыню я нашёл лес! Но где я его нашёл? Хм... Может быть, я имел в виду вот этот лес? Да, сюда, по-моему, я забегал и... Вот она! Смотрите, эндер-постройка! Та самая, на которой я прятался от всяких муравьёв и от всяких страшных существ! Немного пройдя дальше, мы можем наткнуться на ущелье! И здесь есть булыжник! Судя по всему, это то самое место, где я впервые наткнулся на лут-гейм! Ну вот что это, мать твою, такое?! Я не хочу туда идти, потому что это лаки-блок, серьёзно! Так, называется это лут-геймс! Новое достижение! Зарытые секреты! Игра света! Мать твою! Эх, моя первая игра! Как же я тогда поражался этому моду! По правде говоря, на данный момент аналогов лут-геймам, это мод от Андрея, до сих пор нет! Мы играли в игру света, и здесь надо было запоминать! Ах, слушайте, мы же прямо сейчас в гейм-моде! Мы, по идее, можем взять и восстановить хронологию событий вот так! Дааа! Игра света! Вам просто нужно повторить цвета! Красный! Белый! Вот так-то я и играл! На самом деле, сейчас я этого делать не буду! Мы вышли из шахты, а что было дальше? Стоп! Я узнаю этот пруд! Мы сняли здесь одну из серий! Да, мы начинали здесь снимать одну из серий! И на самом деле я ни капли не преувеличивал, мы реально прибыли из другого измерения и в этом мы вообще впервые Мы не рубили здесь даже самый обычный дуб, но куда мы пошли дальше? Вроде бы побрели по этой пустыне и наткнулись на тайгу, да-да-да, наше первое захоронение Анубиса Вот здесь мы сражались с ним очень долго, капец, как будто это было только вчера Привет, эй, чё такое? Какой-то данж, здрасте, эй, чё-чё-чё-то? Господи, нет, ну пожалуйста, только не враги, данж, я надеюсь то, что ты не с призраками А-а-а, нет, нет, ну, м***ю, нет, пожалуйста, ха-ха-ха, я не хочу умирать Гробницу мы полностью заложили в момент драки с Анубисом, и вот что здесь осталось Да, подкопы, мы дрались, даже не просто дрались, мы хотели выжить И всё, потом после Анубиса мы пошли по этой пустыне-тайге и набрели на вот этот данж, точно Но мы в него не забежали, мы прошли чуть дальше О, кстати, вот к этому столбу мы ещё вернёмся Дело в том, что пройдя чуть дальше, мы наткнулись на вторую деревню В которой, по правде говоря, ничего толкового не нашли Тут не было даже кузницы И поэтому мы решили не возвращаться в пустыню, а пойти вот в эту сторону Как раз в сторону столба Ииии, тадам! Около него мы натыкаемся на лаву Эта лава наше первое убежище Как вы знаете, именно здесь мы тогда создали печку Наконец-то! Мы сделали это! Я так счастлив, я так... Так, ладно, я просто молодец Точно! Мы же ещё тогда впервые узнали о Грю У меня была вроде даже фраза какая-то красивая Знаете, в темноте кто-то есть Поэтому лишь глупцы не боятся ходить в полумраке Но не по счастливой случайности нам придётся туда пойти Помимо этого, здесь я впервые создал портал в ад Мы побывали в нём Тут даже ферма пшеницы до сих пор осталась Ааа, как это мило! Тот самый анубисовский данж Но в него вроде бы мы не заглядывали А, нет, смотрите! Мы тут даже прокопали Мы нашли сокровищницу и вроде бы её забрали с собой Это на всякий случай нужно проверить Ничего себе! А я точно здесь копал? По всей видимости, да, сокровищницу я нашёл Потом начал как-то выбираться И, возможно, даже застрял в этой лаве Если честно, я не помню Но что было дальше? Мы несколько серий провели около этой лавы Хм... Я специально не подглядываю в серии Потому что хочу восстановить хронологию событий И уже потом всё это смонтировать так Чтобы вам было интересно на это смотреть Да, мы провели несколько серий Мы даже рядом с этой лавой нашли вроде бы деревню Если мне не изменяет память, то она находится за этой горой Давайте на всякий случай проверим Извините Тут есть какая-нибудь деревня? Вот она! Да, всё верно! О-хо-хо! Я всё равно живой! Кабан, прощай! И вон она, наша деревня! Сейчас я собираюсь туда пройти И немного наворовать еды Но, по-моему, в ней мы нашли только немного еды И даже кузницу Подожди, что? А мы её осмотрели? На всякий случай можно посмотреть сейчас Факел из амброзиума Да, значит, я здесь когда-то был И уже тогда я считал золотой меч каким-то говном Что? Я не взял железный улучшающий набор? Я что, был психом? Я реально был психопатом? У меня же железо было на вес золота Капец! Ребята, я был тогда психом Это точно Ладно Давайте вспомним, что было дальше Но перед этим сделаем Чик! Какое-то время мы ещё провели около лавы Гранитная наковальня Да, мы здесь били булыжник, камень Жгли костры Обалдеть! С него остался пепел Тут началось моё самое первое длительное приключение Я побежал в эту сторону Спустился с этой горы И наткнулся на речку Да, вот она! Ну какая это речка? Это скорее полноценное море Стоп, что? Здесь поршень? Ааа, не обращайте внимания Это с недавних времён Здесь просто кожаные штаны кто-то забыл Ну так вот Мы наткнулись на эту воду Было решено сделать себе Вроде бы даже лодку И с этой лодкой мы поплыли Если мне не изменяет память То... Вроде бы мы тогда наткнулись на мицелевый биом Ну точно! Вот же! Прямо перед нами! Но что мы нашли в этом мицелевом биоме? Коровы, грибы, ещё коровы И наше убежище номер два Здесь мы начали выращивать траву Это стоило мне больших усилий Потому что мне приходилось таскать землю И здесь поставить ядро природы Которое засаживало бы всё травой, цветочками Так, природный сундук Он полностью пустой Но что мы сделали дальше? Да, мицелевый биом найден Мы здесь немного потусовались И вот, судя по карте Мы поплыли дальше То есть примерно на этой стороне Была поставлена лодка Никаких следов пребывания меня здесь нет Судя по всему Я просто положил лодку И даже не ставил никакие сундуки Ну, в общем, мы начали плыть Плыли-плыли И наткнулись на биом абисселкрафта О-хо-хо Тёмные земли Те самые Нифига, тут тыквы были? Блин, я помню как-то я целую серию потратил На то, чтобы найти эти тыквы Ладно, мы начали ходить по этому биому И вроде бы наткнулись на что-то интересное А, на этот лес, точно Мы пропустили этот данж, я точно помню Наткнулись на лес И здесь начали что-то типа выживать По идее, где-то здесь должна быть гора А, вот она! Вот, та самая Интересно, а следы моего пребывания здесь есть? Я же по-любому здесь что-то срубал Что-то копал Мне очень интересно на это посмотреть Нет, уголь не тронут Камень тоже не тронут Хм, но я помню эту гору Ладно, у меня два варианта Либо я не оставил никаких следов Либо это не та гора На всякий случай можно даже посмотреть Обалдеть, я кое-что напутал Оказывается, после мицелевого биома Мы не плыли в эту сторону Мы вернулись Да-да-да-да-да Мы вернулись и начали идти вниз И рано или поздно мы наткнулись На вот эти темные земли Точно! Там еще была монолитная конструкция Вот же она, смотрите Даже вейпоинт стоит Монолитная конструкция Так и называется Господи, как я это все помню Давайте мы сюда телепортируемся И сейчас я покажу то, о чем говорил Видите, эта локация правда очень сильно похожа Тот же данж Те же темные земли Тот же лес И где-то здесь должна быть гора Ну-ка Вот она! Охренеть! Вот это я напутал Прям реально похожие локации Но теперь получается я могу найти следы пребывания Либо я опять же ничего не оставил Ну, по всей видимости, да Ничего я здесь не копал Ничего я здесь не рубил Булыжник оставила вода с лавой Мгм Но я точно помню, что мы начали подниматься по этой горе И вот тут-то мы точно найдем наши следы Это была наша третья база Здесь мы наткнулись на темноту в пещере На огромную пещеру, я бы даже сказал Вот они стоят наши потухшие факелы И по всей видимости здесь мы что-то делали Белая кровать, факел Вроде бы мы пытались здесь создать бумагу Точно, смотрите! Огнеупорные блоки! Капец, были же времена! По-моему, это была десятая или одиннадцатая серия Да, мы столько всего пробежали, столько всего проплыли И это всего десять тира одиннадцать серий Многовато, многовато Но давайте не об этом Мы спустились с этой горы Пошли в эту сторону И тут, по идее, будет деревня Вот она! Привет! Интересно, она все еще жива? Да, жители есть Курятины ходят Привет! Вы тут что-то выращиваете Все, в принципе, типично А облутал ли я эту кузнецу? Булыжниковый улучшающий набор Ну да, это фигня, фигня Ну и благо то, что я этого не забрал Я бы и сейчас этим не воспользовался Ну и потом я точно понял То, что мы будем забираться на эту гору Но сначала решил ее оббежать Здесь мы наткнулись на пиратский корабль Да, вот он он Ох, е-моё, как это все помнят, а? Добежали досюда Как красиво! О, божечки мои! Хочется здесь жить! Что происходит? Мать твою, пираньи! Тут должны быть мои следы Но где они? Точно помню то, что должны быть доски Где они? А, господи, вот же они Да-да-да-да-да, я поднимался А потом еще поднимался Как же это было долго! Я даже лечу долго Что уж говорить о том, что я это все ставил Ставил, а потом еще ставил Мы поднялись на эту гору И где-то здесь должна быть моя кровать Таким образом у нас появляется Четвертое убежище Потухшие факелы Кстати, здесь есть даже факелы, которые до сих пор не потухли Ладно, нам надо, наверное, сейчас поспать Это очень важно Давай, спим Все-все-все Хорошо, спим На этой горе мы начали встречать кучу злых монстров Они нас убивали постоянно Поэтому было решено спуститься с этой горы Но очень аккуратно Ааа, валим отсюда! Ха-ха-ха! Как же много прыжков! Ай, я долечу? Фух! И начали выбираться с этих темных земель Вот! И мы На нашей базе Но раньше это выглядело примерно так Но только тогда, когда я нажал правую кнопку мыши Теперь этот питомец хочет покушать Ни деревьев, ни драконов, ни елки, ни зданий Ни финала, чёрт подери! Ха-ха-ха! Обалдеть! Мы реально это всё построили, вы понимаете? То есть вот сейчас, если смотреть назад И понимать то, что здесь и правда не было Даже единственного дерева! Понимаете? Реально ни одного деревца здесь не было Сложно, блин, осознавать то, что я это сделал всё в одного Всё это! Все эти конструкции! Все эти панели! Все эти механизмы! Да, и кстати, здесь сразу приседает фпс Так много всяких разнообразных структур Что действительно немножко лагает Вот здесь мы и начали своё выживание Но тогда я подумал, что это будет моё временное убежище По идее, пятое по счёту Но знаете, что мне больше всего интересно? Какой мод я начал изучать? То есть да, у меня появился микродомик Тогда он не выглядел вот так прикольно Это была тупо коробка Коробка из досок Вот здесь не было стёкол Не было лестницы Не было наковалин Многих сундуков Печек и так далее, и так далее, и так далее Но что я начал изучать? Хм... О, вспомнил! Это же был Абиселкрафт! Мы создали ключ, благодаря которому У нас появился бездный портал Да, то самое Обалдеть! Ну, собственно, сейчас мы туда заходить не будем Абиселкрафт мы изучили А потом начали изучать Эфрейт оф зе дарк Хм... А что там было? Оу! Офигеть! Всё всплыло в памяти! Энария! Сны! Чёрт подери! И ведь действительно мы всё это проходили Здесь тогда не было такого большого количества животных Кстати говоря И все эти леса Все эти деревья Появились благодаря одному блоку Ядро природы Привет, ядро природы! Ты на протяжении уже Более чем 70 серий служишь мне Спасибо тебе огромное! Тебя нельзя использовать в крафтах Но само по себе Ты просто божественная Идеальная Крутоя! Благодаря тебе, в принципе, И появилась жизнь на этом маленьком острове О, кстати! А помните вот это место? Именно тут появился наш Первый дракон! Как я его тогда назвал? Так, стоп Так, извиняюсь, конечно А куда делать яйцо дракона? Что? Не, не говорите мне то, что оно пропало Чьи мой маленький Чти госп... Хе-хе-хе-хе Привет, малявка, милепездрическая Господи! Воу! Я правда использовал это слово? Эээээ... Ну, да, наверное Использовал, и использовал Чё бухтеть-то? Думаю, то, что на протяжении предыдущих последних серий вы это заметили. Было очень много подсчётов, было много цифр. И всё это приходилось считать, создавать, крафтить. И тем не менее, я сделал это. Вот такая-то сборка у нас. О, да, кибервэр. Точно! Мы же создавали себя киберчеловеком. Ооо, знаете, что мне стало интересно? А что, если отказаться от левой ноги? Ха-ха-ха, давайте попробуем. Заходим. И надеюсь то, что я не умру. Пожалуйста, пожалуйста, по... Я реально без ноги... А-а-а, я двигаться не могу! Ха-ха-ха! Я без ноги! Господи! А можно как-то посмотреть на это? Ё-моё! Каков красавец-то, а! Но в итоге постепенно у нас появилась живая броня. Разнообразные улучшения от мамы. И, кстати, прямо сейчас я не могу купить поинты, даже несмотря на то, что я в гейм-моде. Обалдеть! Также, несмотря на то, что я в гейм-моде, ничего нельзя прокачивать. Нужно честно накопить уровень. Вот так-то! Автор мода всё предусмотрел. Та самая финальная звезда, которую мы сделали в предыдущей серии. На неё именно мы и потратили кучу времени. И, смотрите, мы кладём любой предмет. И этот предмет создаётся максимально бесконечно. По 64 штуки. Всё, у меня куча кукол. И так абсолютно что угодно. Будь это какой-то... Ммм... Клочок земли, который стоит ничего. Либо будь это какое-то редчайшее яйцо дракона. Данной звезде плевать. Оно склонирует что угодно. Вот так вот и получается. Эх, что я могу вам сказать. Я восстановил хронологию событий. Ну, по моему мнению. И прямо сейчас мне просто хочется обратиться ко всем тем людям, которые смотрят эту серию и смотрели весь сезон полностью. Огромное вам спасибо, ребята. Если бы не вы, то вообще всех этих сезонов, всей этой мотивации создавать сборки в русском сегменте ютуба просто не было бы. Я каждый раз надеюсь, что новая сборка вам понравится сильнее предыдущей. И каждая новая сборка создаётся с ещё большим рвением сделать круче, понимаете? И да, вы знаете то, что со всех этих сборок я получаю ровным счётом ничего, потому что я всегда их выкладываю в общий доступ просто так, бесплатно. И следующие сборки, запомните мои слова, будут точно такими же. Абсолютно все мои сборки будут бесплатными. И самое главное, эксклюзивно русифицированными и переделанные в плане баланса. Да, потому что если мы просто берём какие-то моды и пихаем их в одну папку mods, то так сможет сделать абсолютно любой человек. Но мы говорим реально про эксклюзивные переводы модов, которые до этого не были никогда переведены на русский. К примеру, к примеру, ребят, тот же самый Lord Craft. Или тот же самый Afraid of the Dark с Энари, с сюжетом и так далее. Они не были переведены. Спасибо огромное человеку под никнеймом Reiterion. Именно он это всё переводил и именно он создавал некую эксклюзивность. Также огромную благодарность я бы хотел выразить Андрею, который создаёт каждый раз новый баланс для сборок. И самое главное, оптимизирует моды под друг друга. Например, я сейчас дам небольшой спойлер на следующую сборку. У нас есть три мода, которые очень сложно совместить друг с другом. И это нельзя сделать даже через конфиги. Там нельзя просто взять и поменять ID у каких-то блоков. То есть это уже сложно, но даже это не помогает. И так как Андрей человек, который знает язык Java, он знаете, что делает? Он полностью декомпилирует мод. То есть он полностью его переписывает. Ну ладно, не полностью, конечно. Но он делает так, чтобы всё это совмещалось друг с другом. То есть те моды, которые до этого не могли быть совмещены. Вот она, та самая эксклюзивность, о которой я говорю. Наверное, вы больше нигде не увидите прохождение двух несовместимых модов в одном летсплее. Только у меня, вот правда. Огромное, опять же, спасибо Андрею. Да уж, вот такой финал у нас получается. По поводу новой сборки. Если вы смотрите это видео через две недели после того, как оно вышло, или через три, или через четыре, вероятнее всего новая сборка уже началась. И вы можете зайти на канал и посмотреть, правда это или нет. Ну а если вы посмотрели в первый день выхода, то новая сборка выйдет уже совсем скоро. И поверьте, она будет шикарная. Прям пушка. И я это говорю даже не потому, что вырастет качество сборки. Это-то понятно. Это просто нужно делать. Я говорю потому, что наконец-то будут использованы два моих любимых модов в купе. Это будет первый раз, когда я проведу такую коллаборацию в одной сборке. Так, ладно, короче говоря, все увидите. Опять же, огромное спасибо. Я надеюсь, что вам понравился этот сезон. Я надеюсь, что вы поставите лайк. Много болтаю. Ну уж простите, могу себе позволить финальная серия как-никак. Искренне надеюсь, что вам очень-очень все понравилось, а также и эта финальная серия. Новый сезон не за горами. Подписывайтесь обязательно, дабы его не пропустить. Я честно не знаю, как работает колокольчик у Ютуба, но это будет, наверное, тот момент, когда я попрошу вас на него нажать. Ну вот серьезно, колокольчик вроде как рассылает уведомления, и первую серию вы точно не пропустите. Так что, ну, наверное, стоит нажать. Спасибо огромное за просмотр данного летсплея. Спасибо огромное за участие в комментариях. Спасибо огромное за ваши подписки и лайки. Ну а на этом мы скорее не прощаемся, а просто говорим. Пока, ребята, пока! Магические похождения, уху! Это было круто! Субтитры создавал DimaTorzok